Хорошо, четвертое. Да? Это ты говоришь о третьем и о четвертом? Скажи, четвертое. Кто это сказал? Кто это разговаривает? Я не вижу. Да? Какой же четвертый пункт, братья? Четвертый из шести основ. Ну же, шейх. Различие между знанием и учеными. Сейчас у нас в эти времена... Кто является учеными? Google? Twitter? YouTube? Но ведь правда же так? И даже как сказал один из братьев, шейх Google. Разве Google шейх? Google зиндик. Зиндик. Пленусь Аллахом, правда. Google зиндик, безбожник. Что ты хочешь от Google? Вот послушай меня. Ты хочешь, чтобы ростовщичество ряба было дозволенным или запрещенным? Вот он говорит, что он хочет найти информацию о том, что ростовщичество запрещенное. И пишет. Доводы на то, что ряба является запрещенной. И ему выходит миллион доводов. А он хочет, чтобы ростовщичество было дозволено, и пишет доводы на то, что ростовщичество является дозволенным. И выходит миллион доводов. Миллион высказываний, миллионы книг. Хочет обругать, оборочить кого? Хочет обругать вообще любого. Хочет оборочить кого-то из подвижников, табиинов. И пишет в гугле поношение такта, неверие того-то. И выходит миллион доводов, миллион различных высказываний, например. Или пишет неверие того, кто ругал сподвижников. И выходит... То есть он зиндик, он отказывается от одной религии к другой. Знания и ученые. Разъяснение положения знаний и ученых. Это с этой стороны. А с другой стороны, попроси его, чтобы он оставил микрофон. Пять минут и закончим, иншаллах. И второе, те, кто выглядят подобно ученым, однако не относятся к их числу. Как нам определить, кто есть ученый? Как нам различить ученого от невежды? И как мы узнаем, те, кто выглядят подобно им, однако не относятся к их числу? Это очень серьезный вопрос. Братья наши, тот, относительно кого есть уверенность в его религии и его знании. Тот, кто является доверенным в отношении религии и в отношении его знаний. Словами такого ты можешь руководствоваться. И выбирай наиболее высочайшего из них. Сделай его доводом, который будет между тобой и между Аллахом. И если есть двое равных, то все-таки выбирается лучший из них. И вот, например, сейчас, как мы поступаем относительно лечения наших тел. Вот он болеет. Просим Аллаха, чтобы он дал ему благополучие. И вот кого он ищет? Любого врача? Нет. К кому он приходит? Нет. Он говорит, мне не нужен просто врач-специалист. Нет мне от него пользы. Я хочу врача-консультанта. А этот говорит, не хочу даже консультанта. Клянусь Аллахом, хочу, чтобы профессор был. Хорошо. Он пошел к профессору, тот осмотрел его и дал ему рецепт. Он берет этот рецепт, идет в аптеку и покупает лекарства. Пьет лекарства. Нет, не пьет лекарства. Открывает и читает противопоказания к использованию. И типа такого. И побочные эффекты. Правильно? Читает все полностью. Затем либо использует, либо не использует лекарства. Спрашивает. Идет ко второму врачу, идет к третьему врачу. Правильно же? И это в лечении чего? Те, однако в шариате, того, что касается лечения, того, что в сердце. Пускай тебе даст фатву какой-то, типа ученый, и все будет нормально. Спрашивает любого, даже швейцара, то есть того, кто стоит, открывает двери. Некоторые люди отправляют тебе очень длинные сообщения, потом говорят тебе, что ты думаешь относительно этого? Так откуда ты их вообще взял? От Иблиса, от иудеев. Возможно же, клянусь Аллахом. Или приходит, говорит, насколько достоверен этот хадис. Так откуда ты взял этот хадис? Почему ты интересуешься этими хадисами? Почему ты не интересуешься книгами Ахли Сунна? Ты смотришь, изучаешь книги заблудших и отправляешь мне эти хадисы? А кто тот, кто проверил эти хадисы? Ты говоришь, что Google редактор. А, Google исследовал эти хадисы. Если ты хочешь, чтобы Google напишет, что хадис достоверный, а если ты хочешь, чтобы он был недостоверный, напишет недостоверный. Так как же ты можешь обращаться к Google? Как ты можешь обращаться к YouTube? Да, правильно, YouTube может быть и достоверным. Сайт, являющийся доверенным, обращайся к нему, нет в этом никаких проблем. Я не слышал, клянусь Аллахом, не слышал, какой-либо из дней, чтобы кто-либо выпустился из школы надроса Google, требующий знаний, ученый. Разве кто-то выпустился? Ты слышал такое? Обязательно. Братья наши, обязательно требует шариатское знание, так как это делали праведные предшественники. Тот, кто взял знания не от шейха, тот сбился с прямого пути. Невозможно требовать знания от Google или от YouTube. Это же просто как зарядка для умов. Обязательно, чтобы ты сидел? Приходил. Хорошо.